привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами сегодня хочу начать свой курс по основам асп нет кор видео будут выходить формате коротеньких видео уроков постараюсь полностью покрыть курс по асп нет кор поговорим о том как запускать данные в приложении на windows на linux и не только на других платформах в общем будет интересно планируется обширный полноценный курс и так с чего же начнем а начнем мы с самой первой темы это запуск приложения и класс программ по сути приложение асп нет кор является простым консольным приложением которое инициализирует веб-сервер и затем собственно в рамках этого веб-сервера обрабатывают входящие запросы так в любом типе проектов асп нет кор как и в проекте консольного приложения мы можем найти файл программ cs собственно вот он здесь родимый как в обычном стандартном консольном приложении шарфовом внутри него у нас имеется наш класс программ с которого по сути начинается выполнение приложения собственно класс программ в нем по стандартно у нас идет метод main статически который при не принимает на набор аргументов вот в методе main для создания хоста в приложении используется класс веб-хост-билдер из пространства имен microsoft асп нет корт хостинг вот собственно у нас идет инициализация объекта до хост равняется new и хост-билдер да инициализируем наш хост вот с помощью последовательного вызова цепочки методов у веб-хост-билдер инициализируется веб-сервер для развертывания веб-приложения возраст на наш последовательный вывод и вызов прошу прощения методов и сейчас поговорим что за что отвечает вначале юс кэстро вот юс кэстро для чего же он собственно юс кэстро устанавливает в качестве веб-сервера кэстро хотя не обязательно использовать именно кэстро да можно использовать другие методы ну по умолчанию используется так далее идет вызов метода юс кэр энд бьюз контент труд прошу прощения где устанавливается в данном случае директоре get current директор то есть текущая директория приложения вот также собственно контент труд что это такое в общем представляет собой базовый путь к любому содержимому и контенту в веб-приложении там статику различную можете там картинки и прочее прочее вложить по умолчанию этот путь я сказал да устанавливается эта текущая директория но в дальнейшем мы можем туда определить любой удобный нам путь далее затем идет вызов юс из интегрейшн для чего же это этот метод обеспечивает интеграции приложения с веб-сервером из через который по умолчанию перенаправляется запросы на сервер кэстро однако также не обязательно использовать этот метод если вы не используете из скажем так из в данном случае у нас служит обычным в общем-то посредником до прокси можем его назвать как хотите он перенаправляет запросы на кэстро точно также мы можем успешно использовать тот же engine и с помощью него перенаправлять запросы на кэстро данный сценарий скажем так характерен для linux дистрибутива далее юс стартап и собственно передается до тип классом данном случае у нас класс стартап из пространства имен core lesson стартап вот здесь у нас ниже определен это стандартный до чистый у нас проектик создан что же это такое итак юс стартап этим вызовом устанавливается стартовый класс приложения класс стартап собственно с которого и будет начинаться обработка входящих запросов и завершает цепочку методов собственно вызовов у нас это юс аппликейшн синкс на это привожу скажем так данный метод служит для мониторинговой службы если мы используем сбор информации и метрик там в облаке это принципе не обязательно и последний у нас это билд собственно билд создает хост объект а его пост в рамках которого развертывается веб-приложение и самом конце у нас запускается наше приложение это наш хост ран вот и все и по идее смотрите класс стартап здесь у нас на что-то выводится что там происходит об этом мы уже поговорим с вами следующем уроке надеюсь данный ролик был полезен если идею поддержите будем продолжать дальше и путем накапливания таких маленьких уроков покроем полноценный курс асп нет корр да будет интересно подписывайтесь ролики буду пытаться выпускать как можно чаще спасибо за внимание и до новых встреч друзья пока пока